Приветствую вас. Мне, конечно, импонирует позиция коллег, что вы такая мама для своего мужа. И муж с вами, ну, просто как ребенок, да, то есть делает, что хочет, копирничает, скандалит и так далее, вот. Импонирует мне позиция, безусловно. Но, тем не менее, тем не менее, я не знаю, как на самом деле обстоят дела, да, то есть может быть так, может быть не так. Бывает так, что жена никакая и не баба, вот. То есть она ведет себя обыкватно в этом плане, вот. А муж все равно флиртует с другими женщинами, вот. И ничего с этим не поделать. То есть именно над природой, над природой флирта нужно работать, то есть смотреть, что есть этот флирт, что он означает, о чем говорит ваш муж, о чем пытается сказать. Мужчина, когда флиртует с другими девушками. Ведь это явно не... Ну, не от хорошей жизни. Он это делает. Да? Скорее всего. Почему? Ну, потому что он же все-таки живется на вам. Правильно? Значит, нужно делать что? Нужно разбираться с тем, да, значит, с какого момента это произошло. То есть, с какого момента, как, почему ваш муж начал изменять вам статус, там, свердовать с другими, предлагать секс и так далее. Вот. Это нужно разбираться. Правильно вам сказал коллега. Значит, чему привело? Какие действия ваши привели к его такому поведению? Это вот такой момент. Далее. Определиться, ну, иногда, со своими чувствами к мужчине. То есть, какие это чувства? Знаете, то есть, это любовь у вас, да? Я не могу пока говорить, что чувства не остыли. Ну, есть некоторые сомнения. Почему? Дело в том, что когда человека любят, ну, вот если, да, предположите, что вы его любите, то хочется, чтобы человек был счастлив. Правильно? Ну, муж. Ваш муж счастлив, когда он взлетает с другими женщинами и предлагает им секс. Ну, а с вами он, соответственно, не счастлив. Раз хочется уйти. Обман. Да? Ну, по-моему, это логично. По-моему. Значит, вам нужно определиться, любите ли вы его, и тогда вы отпускаете человека и позволяете ему быть счастливым. Либо он вам нужен. Либо он вам нужен. Ну, для чего-то. Зачем вам? Да? И тогда вы решаете проблему именно своей потребностью. Значит, как с ним жить? Вы задаете вопрос. Вопрос довольно интересный. Ибо в здоровых отношениях, ну, если мы говорим именно о равноправных отношениях, ни о каком-то совместном проживании речь вообще не идет. Ну, человек ясно дал понять, что ему с вами не очень хорошо. Человек ясно дал понять, что вы не единственная женщина в его жизни. И вы собираетесь это терпеть? Вы собираетесь быть не единственной в его жизни? Зачем? Ради чего? Для чего? Вам это, ну, нет ли у вас каких-то страхов? Нет ли у вас, может быть, страха-одиночества? Которые, ну, может быть, у вас, нет ли у вас страха, что вы, там, например, больше никого не встретите? Вот. Ну, кроме вот этого вот мужчины, да, который у вас, знаете, тут надо подумать. Очень, очень крепко подумать. Ну, почему вы хотите жить с тем, кто вам изменяет, кто вас обижает, кто вас оскорбляет? Вот. Неужели вы считаете, что достойны этого? Вот только честно. А если да? Если достойны, то почему? Ну, почему вы так считаете? Если нет, не достойны, а то есть, как вы считаете, достойны большего, то что мешает вам и стремиться к этому? К большему. К большему. Согласитесь? Здравое, здравое, ну, размышления. Да? Вот. Дальше. Вы спрашиваете, как мне быть? Да. Да. Вот здесь как раз таки нужно думать о вашем индивидуальном, скажем так. То есть, что вы из себя представляете просто так, без музыки. Если у вас свои увлечения, хобби, если у вас свои занятия какие-то, вот. Соответственно, если есть, то какие, как вы их реализуете, да? Вот. Если нет, то почему нет вопрос к вам? И что можно сделать, чтобы они были, чтобы они появились? Да. Подумайте об этом. Подумайте об этом. Подумайте, вот какую плату вы вносите за свое нахождение с этим мужчиной? И стоит ли эта плата того, чтобы ее выносить? А можно ли как-то еще по-другому получить то, что вы хотите? Не такой ценой, да? Как бы, ну, другой ценой. Можно ли? Если да, то как? Опять же, подумайте. На этом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Всем пока. Желаю вам всего самого доброго и удачи.